Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре Blackmagic 6K Pro. Это новая камера, вышла она буквально неделю назад, ну плюс-минус. И я, на самом деле, делал видеоролик с обзором ее технических характеристик, в котором, собственно, рассказал все, что вам нужно знать об этой камере. Но если вы предыдущее видео не смотрели, то совершенно ничего не потеряете, потому что сегодня, помимо обзора технических характеристик, я расскажу вам, как эта камера ведет себя в жизни. Я расскажу обо всех плюсах и минусах, удобно ли с ней работать, каково качество вот этого нового откидного экрана, насколько хватает аккумулятора. В общем, сегодня вы узнаете все. И мне эта камера интересна, в первую очередь, тем, что я сам снимаю на Blackmagic, делал на них обзоры, поэтому вся эта экосистема мне знакома. И поэтому я могу заметить сразу определенные плюсы и минусы, на которые другие люди просто не обратят внимания, если они с этими камерами не работали раньше. Ну а спонсор сегодняшнего видео Epidemic Sound. Если вам нужна классная музыка для вашего YouTube канала или Instagram, прямо сейчас по ссылке в описании залетайте к ним на сайт и получите месяц бесплатного доступа. Epidemic Sound это огромная библиотека качественной музыки, и в течение бесплатного месяца вы без всяких ограничений можете качать любые треки и использовать их в своих видео, и ваши видеоролики будут монетизироваться. И что особенно приятно, даже если спустя этот бесплатный период вы не захотите продолжать пользоваться сервисом, это никак не отразится на тех роликах, которые вы уже загрузили в свой YouTube или Instagram. Так что, как видите, вы абсолютно ничего не теряете. Ссылочка будет в описании месяц бесплатно. Итак, в отличие от предшественницы Pocket 6K, здесь появились определенные улучшения, призванные облегчить работу с этой камерой без обвеса. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Смотрите, если вы приобретали раньше Pocket 4K или Pocket 6K, вам обязательно нужно было поставить его в клетку, потому что сама по себе камера была слабо приспособлена для съемки с рук. Да, у нее был достаточно удобный хват, но при этом экранчик был не откидной, он был недостаточно высокой яркости, поэтому вам приходилось использовать внешние накамерные мониторы, батареи хватало ненадолго, эндофильтров не было. Все это, соответственно, утяжеляло конструкцию, ну и, естественно, требовало дополнительных финансовых вливаний для покупки аксессуаров. Но даже в таком видео камеры Blackmagic оставались лучшим выбором для тех, кто снимает постановочное видео, потому что за совершенно незначительную сумму вы получали видео с частотой кадров 4K 60 кадров в секунду, как в случае Pocket 4K, на которую я сейчас снимаю, либо же 6K 50 кадров в секунду, соответственно, для предшественницы, ну, ровно как и на этой камере. При этом вы получали съемку в RAW, и что самое главное, запись RAW осуществляется у нас на карты памяти. То есть, конечно, вы могли использовать SSD-диски, которые получались дешевле, поскольку камера может выводить видео через Type-C, и, собственно, в своей студии длинные видео я снимаю именно так. Но, конечно, возможность использования карт камеры очень пригодятся, например, при съемках клипов, когда вам не требуются какие-то многочасовые видеозаписи. И вот теперь, по задумке инженеров Blackmagic, вы можете использовать эту камеру без всякого обвеса. И именно в таком режиме я и снимал. Я хотел на своем личном опыте почувствовать, можно ли работать с этой камерой вот так вот из коробки. То есть, просто установить ее на монопод и снимать в репортажном режиме. То есть, понятно, для постановки камера, как и раньше, будет использоваться с обвесом, но многие эти камеры приобретают для того, чтобы также снимать и качественную репортажку, например, те же самые свадьбы. И как раз-таки возможность работать с камерой без всяких внешних аксессуаров очень сильно подкупает. Одним из важных нововведений явилось то, что снизу у нас теперь два отверстия под четвертью дюймовую резьбу. Конечно же, в отличие от обычных зеркальных и беззеркальных камер, где у нас используется одно отверстие, и вы не можете надежно их закрепить, например, при использовании системами фоллоу-фокуса, потому что у вас все равно камера проворачивается, как бы туго вы не зажимали. У Blackmagic таких проблем не было, потому что там использовалась специальная металлическая рамка, и эта камера намертво крепилась в клетке. То есть, опять же, для того, чтобы эту камеру установить максимально надежно, вам нужно было использовать клетку. Теперь вы можете просто двумя винтами поставить обычную быстросъемную площадку, установить ее на штатив, в общем, на любой сетап, и при этом камера у вас никуда не уедет. Также, раз уж мы оказались с нижней части камеры, у нас изменились аккумуляторы, они стали больше. Теперь у нас используется батарея Farfactor Sony NPF, и для сравнения у меня в руках два аккумулятора, раньше использовалось у нас LPE6, вот такой вот он, ну и, соответственно, новый аккумулятор, видно, что гораздо крупнее. И в теории увеличение емкости аккумулятора подразумевало, что камера теперь будет работать, ну, примерно в полтора раза дольше. Но, к сожалению, этого не произошло. Потому что у нас теперь появился очень яркий, вот такой вот откидывающийся экранчик. И экран этот настолько яркий, что я снимал на эту камеру в солнцезащитных очках. Blackmagic заявляет яркость этого экрана в 1500 нит. Напомню, что на предыдущих камерах этой линейки экран был в районе 500 нит. То есть яркость экрана у нас выросла в три раза, энергопотребление увеличилось, поэтому то, что здесь используется более емкий аккумулятор, никак, опять же, не сказалось на времени автономной работы. На одном таком аккумуляторе при температуре примерно 5 градусов Цельсия эта камера работает 40 минут. И это, собственно, ровно точно так же, как моя Blackmagic Pocket 4K работает на одном аккумуляторе LPE6. Так что, с точки зрения автономности, чуда не произошло. Но здесь возвращаемся к вопросу, может ли вот этот вот экранчик заменить полноценный на камерный дисплей высокой яркости? И тут я вам должен сказать, что этот экран действительно отличный. Пользоваться им одно удовольствие. Как вы можете видеть, я снимал в яркий день, светило солнце, и при этом я работал в солнцезащитных очках. Выставив яркость этого монитора на максимум, нет никаких проблем. Вы знаете, например, что на некоторых на камерных мониторах, даже с высокой яркостью, если вы смотрите на них под углом, картинка как бы видна, но при этом у нее немного падает контрастность. На этом же мониторе отлично видно картинку под любым углом. И это действительно очень удобно. И только уже из-за вот этой функции, есть смысл переплатить те самые 500 долларов, на которые отличается стоимость этой камеры от предшествующей модели 6K. Потому что если учесть стоимость хорошего накамерного монитора с похожей яркостью, то это дополнительные 350 долларов, ну как минимум. Но при этом этот накамерный монитор, естественно, не будет вот такой вот компактный. Он будет утяжелять конструкцию. Так что если вы спросите, есть ли смысл экономить и взять себе предшествующую версию 6K, я вам отвечу, абсолютно нет никакого смысла. Если бы я выбирал между этими двумя камерами, однозначно взял бы 6K Pro. Ну и раз уж мы заговорили о ценах, посмотреть сколько стоит эта камера, вы сможете по ссылкам в описании. И у вас, наверное, возникнет вопрос, а как эта камера попала так быстро к тебе в руки, потому что во многих местах она еще просто не продается. И мне эту камеру на обзор подогнали парни из FilmExpro. Они действительно крутые ребята, ну как минимум, потому что они являются эксклюзивным дистрибьютором Ари в Украине. Ну а также они являются дилерами таких компаний, как Red, Cook, O'Connor, Zacher. Поэтому если вам нужно что-то именно из кинооборудования, высокобюджетного оборудования, то, конечно, тут просто без вариантов к ним на сайт забегайте и выбирайте то, что вам по вкусу. Ну и если Alexa Mini LF вам пока еще не по карману, а сейчас вы хотите остановиться на Blackmagic 6K Pro, то совместно с FilmExpro мы подготовили для вас приятный подарочек. По моему промокоду, по ссылке в описании, который расположен при покупке этой камеры, вы получите скидочку. И, кстати, именно у них я взял на обзор Ари Орбитер. Во-первых, мне самому очень интересно, что может предложить самый топовый, навороченный и технологичный свет Ари на текущий момент. Но, во-вторых, я думаю, вам также будет интересно, чем отличается профессиональный киносвет от того, который мы с вами используем в обычной жизни. Так что ссылка на FilmExpro будет в описании, заходите и побалуйте себя вот такой вот свежеиспеченной новиночкой. Еще одним крайне важным нововведением, существенно облегчающим жизнь на съемке, является появившиеся здесь ND-фильтры. Разумеется, встроенные. Здесь их три штуки, переключаются они очень удобно с помощью вот этих кнопок плюс-минус. Два стопа, четыре стопа, шесть стопов. Если говорить в привычных нам обозначениях на ND-фильтрах, у нас здесь ND-4, ND-16 и ND-64. И с одной стороны, это отличная новость, если вы не снимаете в яркий солнечный день на светосильные объективы. И тут вы меня спросите, чувак, почему? Ведь ND-фильтры и нужны нам, когда мы снимаем на ярком солнце. Но все дело заключается в том, что если вы даже используете вот такой вот объектив с диафрагмой 2.8, то на базовом ISO для этой камеры, который составляет 400, именно на этом значении ISO, и рекомендует вам снимать при солнечном дне сама компания Blackmagic, потому что у вас получается более широкий динамический диапазон, особенно в светлых участках. И при этом еще не лезут шумы, как, например, если бы вы снимали на ISO 800, у которого динамический диапазон в светах еще больше. Так вот, снимая на ISO 400, даже с ND-64, у вас картинка получается пересвеченной примерно на полтора стопа. То есть, если вы снимаете на солнышке, на диафрагму 2.8. То есть, вам все равно приходится либо закрывать диафрагму, либо изменять значение шаттера, что, естественно, не канон для настоящих киноделов, которые должны держать выдержку обратно пропорционально удвоенной частоте кадров. Ну, а, соответственно, если вы поставите не 2.8 объектив, а, например, нашу любимую Sigma 18-35 с 1.8, то у вас получится, ну, пересвет примерно там на 2.5 стопа. И в результате эти ND-шники встроенные все равно по факту для вас являются бесполезными. И, конечно, вы можете опустить значение ISO на этой камере до сотни, и тогда этих встроенных ND-шников вам хватит. Но в этом случае вы теряете очень сильно в динамическом диапазоне, особенно в светлых участках. То есть, у нас по факту в 2 раза сокращается динамический диапазон в светах. Но, естественно, при съемке в солнечный день вам как раз-таки важен максимально широкий диапазон не в тенях, а именно в светах, для того, чтобы у вас небо там не пересвечивалось. И, конечно, очень круто, если бы здесь был еще четвертый ND-шник на 8 стопов, тогда бы мы смогли использовать действительно светосильные объективы без необходимости накручивать переменные ND-фильтры. Я люблю камеры со встроенными ND именно из-за возможности использовать, например, те же самые полярики. Потому что, если вы используете переменный ND-фильтр, который сам по себе является двумя поляризованными стеклами, то если вы туда еще ставите третий полярик, то там ваша картинка может просто измениться до неузнаваемости. Поэтому использовать полярики с VND у вас не получится. Ну а со встроенными ND-шниками в камеру ничто вам не мешает устанавливать на ваш объектив любые светофильтры. И как вы понимаете, для того, чтобы эти ND-фильтры разместить, у нас потребовалось увеличить высоту камеры. Вы видите, она вот в этой части стала больше. Поэтому клетки от старых камер, естественно, не подойдут. Кстати, здесь у нас вот под этой заглушкой находится HDMI-выход, для того, чтобы вы могли сюда устанавливать опциональный видоискатель, который стоит отдельно 500 долларов. Лично я в нем необходимости не вижу, но такая возможность есть. Следующая история это кулер. И, кстати, вот сейчас кулер стал работать потише. Видимо, там маслица уже разогналась, и он работает достаточно тихо. Но при этом, естественно, на этой камере кулер работает громче, чем на моей Pocket 4K. Но, конечно же, если вы снимаете с какими-то световыми приборами, то он растворится просто в общем шуме. Ну и, конечно же, Blackmagic продавает такие технически навороченные камеры за такие небольшие деньги. Не будут использовать конструкции металл. Они используют пластик. Они говорят, что это там карбоновый волокна какие-то укрепленные. То есть, это очень прочный полимер. Но, тем не менее, в конструкции этой камеры не применяется, насколько я понимаю, металлического шасси. То есть, все у нас собрано на пластике. Ну и, в принципе, использование недорогих комплектующих вы можете услышать вот прямо сейчас. Что это за мурчание кота, если можно так выразиться? Почему так происходит? Когда кулер работает на высоких оборотах, он, в свою очередь, является как бы гироскопом. То есть, он работает в своей определенной оси. И когда вы изменяете направление камеры, получается, на центральную вот эту ось кулера, на которой он крутится, у вас получается достаточно сильная нагрузка. И как раз-таки использование дешевых вот этих вентиляторов приводит к тому, что в моменты поворота кулер у вас начинает трещать, потому что он немножечко смещается от вот этой вот своей центральной оси вращения. И эта особенность тоже не принесет вам каких-то неудобств, ну потому что активно манипулировать камерой вы вряд ли будете на интервью, где вам потребовался бы идеально чистый звук. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы кулер здесь был повыше качеством. При этом я не исключаю, что это может быть особенность моей конкретной модели, особенность сборки. Потому что, например, на моем Pocket 4K такой истории нет. И, например, на других камерах 6K такие истории я также не встречал. Поэтому, возможно, это особенность конкретно этой камеры. Но, тем не менее, поскольку я делаю честные обзоры, я не мог вам об этом не рассказать. И да, кстати, в создании этого видео мне помогли парни из Rental PX. Дело в том, что, как вы понимаете, я давно уже ушел с этой системы, перешел на MFT. И все свои линзы, вот такие же Sigma 18-35, Canon 70-202.8, которые у меня были, на которые я снимал раньше. И я распродал их несколько лет назад. И теперь для обзора этой камеры мне, опять же, потребовались эти объективы. Я приехал к парням в PX, взял их, за что им, соответственно, большое спасибо. И в описании вы найдете ссылку на них. Они базируются в Киеве. И, что крайне важно, у них большое количество оборудования для простых парней, для таких, как мы с вами. То есть, помимо дорогих кинокамер и кинообъективов, вы также можете брать в прокат вот такие вот линзы, всевозможные беззеркалки. Поэтому, если для ваших проектов не хватает какого-то оборудования, приезжайте, берите. И все это, естественно, по доступным ценам. Ссылка на PX будет в описании. Какие еще есть недостатки у этой камеры, ну, если не считать отсутствие автофокуса? Наверное, ее размеры. Но, опять же, если мы сравним ее с Canon C70, мы увидим, что Canon еще больше. При этом у Canon есть автофокус. Но, если мы говорим о размерах самой камеры, то Canon массивнее получается, да, в общем и целом. Правда, у нее немного отличается конструкция. Я думаю, что, кстати, нужно сделать на эту камеру, на C70, тоже обзор. Ну, а теперь, что касается меня, лично мне хотелось бы, чтобы Blackmagic сделала следующую линейку своих вот таких камер уже с глобальным затвором. Чтобы у нас не было проблем с наклоном вертикальных линий из-за роллинг шаттера. И сейчас, на текущий момент, только камеры за высокий прайс, ну, из низкого прайса это только редкомода, дают нам глобал шаттер. И в результате, если вы хотите снимать какое-то музыкальное видео, динамичное, и при этом использовать ручную камеру, так называемую, да, то есть, чтобы камера достаточно вольготно перемещалась по пространству, то, конечно, роллинг шаттер дает о себе знать. Именно поэтому для большинства музыкальных клипов все равно используются камеры RED. Ну, то есть, для крупных проектов используется ARRI, понятно, это топ, для того, что попроще используется RED, но, соответственно, все остальное используется там, где бюджетов не хватает, или же там, где роллинг шаттер не является какой-то проблемой. Например, для съемки там каких-то длительных интервью, в принципе, конечно же, роллинг шаттер помехи вам не сделает. Ну, теперь настало время ответить на вопрос, который я задал в самом начале. Удобно ли работать с этой камерой без использования клетки и какого-то дополнительного веса, если мы снимаем какое-то, ну, репортажное видео, но при этом хотим, чтобы оно выглядело хорошо и снято было качественно? Да, ребят, можно и абсолютно без проблем. Но, как вы понимаете, если вы хотите установить какой-то накамерный микрофон, что вполне естественно для репортажной съемки, вы этого сделать не сможете. Но это, как бы, тоже не проблема, потому что вы можете использовать вот такой вот переходничок с четвертью дюйма на холодный башмар. То есть, кручиваете двухсторонний болт и устанавливаете эту штуку сюда и получаете крепеж для вашего микрофона. Но, как я вам уже сказал, если вы хотите длительно снимать на эту камеру, то вам, скорее всего, лучше позаботиться о дополнительном питании. Поможет нам в этом, например, вот такая вот площадка тильта от батареи NPF. Вы устанавливаете ее вот сюда вот. Там у нас резиновая подложечка, поэтому ваша камера ни в коем случае не поцарапается. Ну, а далее вы запитываете вашу камеру от внешнего источника и можете использовать уже не вот такие вот батареи, а батареи, соответственно, гораздо более емкие. И будет выглядеть это все вот так. Так что все же думаю, что при длительном использовании этой камеры вам придется купить все равно дополнительные аксессуары. Да, пусть вам уже больше не нужна клетка, внешний накамерный монитор, но как минимум дополнительное питание и возможность установки накамерного микрофона здесь лишними не будут. Но также вам ничто не мешает купить оригинальный батарейный блок и суммарно у вас будут три аккумулятора. И, в принципе, батарейный блок доступный абсолютно по деньгам. Но улучшение этой камеры также затронули и звук. И вы видите, что теперь у нас здесь есть два мини-XLR разъема. Я это всячески приветствую, потому что я мини-XLR разъемы использую постоянно. Ну, точнее, один использую на своей Blackmagic 4K. Я пишу звук с микрофона, в котором нужно фантомное питание. И то, что теперь у нас здесь их два появилось, это прям очень круто. И не следует забывать, что у нас здесь еще есть стерео мини-джек 3,5 мм. Поэтому эта камера может одновременно писать звук в четыре канала. То есть вы можете подключить два микрофона по мини-XLR и также, например, подключить какую-нибудь двойную радиопетлю, где у вас будет каждый собеседник писаться в отдельный канал. И, конечно же, для многих проектов писать звук сразу в четыре канала, это действительно очень крутая особенность. Потому что в этом случае вы можете сэкономить существенные деньги на покупке аудио-рекордера. И в этом плане, ну, Blackmagic просто молодцы. Ну и также, естественно, поскольку разъемов у нас стало больше, Blackmagic изменила общую схему размещения этих разъемов. И, опять же, стало гораздо лучше. Потому что, например, на своей камере для того, чтобы выдернуть вот этот вот адаптер питания, когда подключены еще дополнительные разъемы, ну, там приходится иметь очень длинные ногти. Ну, а теперь всеми этими разъемами пользоваться гораздо удобнее. Причем как разъемом питания, так и разъемами мини-XLR. Ну, а теперь давайте я расскажу, почему лично я использую для своих съемок Blackmagic Pocket 4K, а не 6K или не 6K Pro. На самом деле так сложилось исторически. Дело в том, что я для своих съемок использую ProRes. Я не использую RAW. Я снимаю в студии в контролируемых условиях. Я могу сразу правильно и грамотно настроить камеру. Поэтому мой рабочий процесс в этом монтажном кодеке существенно ускоряется. То есть снимать в RAW мне не нужно. И так получилось, что когда вышли камеры Blackmagic 6K, мне попала в руку самая первая камера. Вообще самая первая версия на самых первых прошивках. Возможно, это была предсерийная камера. Я уже, честно говоря, не помню. И там была такая особенность. Смотрите, сейчас вы можете записывать в Blackmagic RAW. И вы видите, что у нас доступны разрешения 6K, 5K и 7K. А если вы переключаетесь в ProRes, то у нас доступны только разрешения не выше, чем 4K DCI. И теперь обратите внимание на следующее. Если мы снимаем в 6K в RAW, то вот так вот выглядит наш кадр. То есть вы видите, вот этот вот холодильник у нас есть целиком. Но при этом, если вы переключаетесь на 4K DCI в режиме RAW, опять же, вы видите, что у нас уже появляется кроп. То есть используется просто центральная часть кадра. А теперь внимание. Если мы переключаемся на ProRes и также у нас стоит 4K DCI, то вы видите, что у нас опять холодильник в кадре целиком. Но прикол в том, что это сейчас так. А вот на той первой камере, предсерийной или какой там на самой первой прошивке, в ProRes 4K была точно такая же история, как сейчас в RAW. То есть если вы снимали в ProRes 4K, вы получали кроп. И именно поэтому я тогда и не купил эту камеру, а стал использовать Blackmagic Pocket 4K. Но сейчас, как мы видим, этой проблемы уже нет на новой прошивке. Но у меня есть камера Blackmagic 4K, у меня есть для нее объективы, поэтому я использую ее. И честно говоря, ребят, когда я побегал с этой базукой, даже снимая с монопода, все равно я ощутил некий дискомфорт. Потому что реально этот сетап весит внушительно. Ну а также, что оказалось в перспективе более лучшим, это то, что на Blackmagic Pocket 4K, соответственно, на MFT используется более короткий рабочий отрезок. И Serui выпускает свои аноморфные объективы именно под эти системы. И это казалось большим плюсом, потому что аноморфы Serui я очень люблю. И прямо сейчас я снимаю на Serui 35 мм. Поэтому, если бы я снимал на 6K, я бы не смог использовать Serui, и использовал бы свою любимую Sigma 1835. Поэтому так получилось, что для меня Blackmagic Pocket 4K оказалось более подходящим выбором. Но, конечно же, на MFT вы не сделаете малую глубину резкости. И в определенных, конечно, моментах владельцы MFT камер страдают. Потому что поставив на 6K или на 6K Pro ту же самую Sigma 1835, вы получаете роскошную картинку, роскошные цвета, малый гриб. Да, конечно же, это не полный кадр, но в большинстве случаев этого вполне достаточно. На MFT иногда не хватает малой глубины резкости. То есть, приходится как-то изгаляться, приходится ближе становиться к объекту съемки, чтобы как можно сильнее размыть фон. Но, опять же, для моих сценариев Blackmagic 4K предпочтитель. Друзья, если у вас есть свой YouTube канал, то наверняка вы задавались вопросом, где вам брать классную, крутую музыку для YouTube. При этом, чтобы не дорого, а лучше вообще бесплатно. Я, ребят, скажу вам, где ее беру я на протяжении многих лет, аж с 2016 года. Сервис этот называется Epidemic Sound и прямо сейчас, если зарегистрируетесь по ссылке в описании, то получите месяц бесплатного доступа. Epidemic Sound это большая, даже я бы сказал, огромная, огромнейшая библиотека реально крутой музыки, которой пользуются топовые ютуберы. Причем не только наши, но и мировые. Там вы можете найти абсолютно все, что угодно. И благодаря очень классному и простому поиску, находить это вы можете буквально за считанные секунды. Epidemic Sound работает по подписке. Это означает, что каждый месяц вы платите сумму совершенно незначительную. Примерно как поход в кафе на одного человека. Ну или поход в барбершоп, если так вам будет понятнее. То есть просто копейки и при этом можете без всяких ограничений в течение месяца качать любые треки и звуковые эффекты. Там они тоже есть. И использовать на вашем ютуб канале, инстаграме, фейсбуке, на твиче или в подкастах. Причем для одного персонального плана вы можете подключить сразу все эти площадки. То есть вам не нужно платить отдельно за ютуб, отдельно за инстаграм. Нет. Все это покрывает вот эта вот дешевая месячная подписка. Так что прямо сейчас можете зарегистрироваться, месяц вам дадут бесплатно. И также многие задают вопрос, а что будет спустя этот бесплатный месяц? Что будет с моими роликами, которые я уже загрузил? Мне что там на них страйки прилетят или еще что-то плохое произойдет? Нет, ничего не будет. Вся та музыка ваших видео, которые вы уже загрузили за вот этот вот бесплатный месяц, она будет лицензирована для вас пожизненно. И ваши видеоролики могут монетизироваться также пожизненно. А вот если вы захотите новые видеоролики загружать, тогда вам придется продлить подписку. И кстати, включать и выключать подписку можно в любое удобное время. То есть, например, вы за месяц заплатили подписочку, а потом полгода не пользуетесь, не грустите ничего на ютуб. Нет проблем, поступайте как вам удобнее. Это что касается персонального плана. А есть еще коммерческий план. Это если вы делаете видеоролики кому-то на заказ. Или у вас одного, например, много ютуб-каналов. Разберем первый вариант. Вы сняли кому-то видеоролики, ваш клиент загрузил ваше видео на свой ютуб-канал. Вы просто берете ссылку на это видео, вставляете в своем личном кабинете и указываете, что этот видеоролик сделали вы. И ваш клиент на своем ютуб-канале точно так же может спокойно монетизировать свое видео. Оно становится для него абсолютно лицензированным. Ну а второй вариант, это если лично у вас много разных ютуб-каналов, вы можете платить за один коммерческий план и покрывать все свои ютуб-каналы музыкой именно оттуда. Это действительно очень удобно. И для коммерческого плана так же месяц бесплатно. Так что, ребят, регистрируйтесь. Если вы это еще не сделали, я не знаю, чего вы ждете. Я Epidemic Sound'ом очень доволен и менять его ни на что не планирую. И за что я просто обожаю камеры Blackmagic, это за их Color Science. Свет это все. Теперь он стал еще лучше, но в принципе, если у вас есть камеры прошлых поколений, то есть 4K или 6K, с обновлением прошивки вы получаете тот же самый Color Science. Поэтому без проблем новые камеры будут полностью матчиться с предшествующими моделями. Возвращаясь к качеству изображения, на текущий момент камеры Blackmagic просто не имеют конкурентов. Ни одна камера за такой прайс не может делать 6K 50 кадров в секунду в RAW с возможностью записи этого самого RAW внутрь себя. В общем, за свои деньги Blackmagic это топ, был топом и соответственно остается. Да, конечно, компания Blackmagic экономит на корпусах, на шасси, металла нет, все пластиковое, достаточно громоздко из-за этого. Но тем не менее, если говорить о качестве картинки и цене, за которую это качество продается, тут Blackmagic просто вне конкуренции. Поэтому новая камера мне понравилась ровно точно так же, как понравились и предшественницы. Теперь несколько слов хочу рассказать и о комплектации. И с точки зрения каких-то аксессуаров, комплектация Blackmagic, ну, совершенно не богатая. Потому что здесь у нас есть блок питания, для того, чтобы вы могли запитывать вашу камеру от сети. Это прекрасно, моя камера работает всегда от розеточки. А также есть вот такой вот ремешочек. Ну и, соответственно, набор разных вилок под разные страны. Но на самом деле крайне важно совершенно другое. В комплекте со всеми камерами Blackmagic идет лицензионный DaVinci, который вы можете устанавливать, если я не ошибаюсь, на два компьютера. То есть, покупая за небольшие деньги кинокамеру, вы получаете еще качественное ПО для работы с ней. Я думаю, те из вас, кто в свое время переключились в тормознутого и убогого Premiere Pro на DaVinci, это оценят. Лично я пользуюсь Final Cut, потому что это очень быстрая монтажка, самая быстрая монтажка. Но, конечно же, для работы с RAW файлами, для сложной цветокоррекции DaVinci просто не имеет конкурентов. Поэтому то, что в комплекте у нас еще идет и лицензионный софт, ну это просто прекрасно. Ну что, ребят, вот такие мои мысли о новой камере Blackmagic. Давайте подводить итоги. Если у вас не было камеры Blackmagic до этого, и вы хотели ее приобрести, то сейчас самым разумным выбором является вот эта камера Blackmagic 6K Pro. Если же у вас уже есть камера Blackmagic 6K, уже с обвесом, с хорошим качественным накамерным монитором, с клеткой, с системами питания, то, естественно, обновляться на эту камеру, скорее всего, смысла нет. Ну, разве что, если вам просто не нужна еще одна дополнительная камера для многокамерной съемки. Ну, а на сегодня все, ребят. Подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно. Все полезные ссылочки в описании. Всем пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!